Общественники возмущены тем фактом, что мозаика на авиационном техникуме все-таки не будет сохранена. Более того, активисты движения «Суть времени» обратились в прокуратуру, чтобы там приняли меры. Напомню, накануне появилась информация, что декоративную отделку начали закладывать утеплителем. Анна Стефаненкова расскажет, как сейчас развиваются события вокруг мозаики раздора. Привет, Дима. Вчера мозаика на авиационном техникуме была закрыта наполовину, сегодня полностью. Напомним, в Кирове долго велась дискуссия, как должно выглядеть здание авиационного техникума после ремонта и нужно ли сохранять рисунок. Например, глава городминистрации Илья Шульген в январе этого года заявил, что облицовка голубой плиткой – это хороший вариант по сравнению с сегодняшним видом здания техникума. В течение полутора месяцев на сайте Министерства образования проводилось открытое голосование. Кировчане могли сами выбрать понравившийся вариант фасада. В итоге ситуация сложилась следующая. Техникум оформят в синей бежевой гамме. Фасад будет выполнен из керамогранита. Ну, на самом деле, то голосование, которое было придумано для выбора варианта отделки, оно, можно сказать, было сей, потому что оно предполагало только выбор цвета здания. И, по сути, не касалось самой мозаики. Ее судьба была предрешена, можно сказать, прошлым летом, еще когда готовился проект реконструкции, когда никого не спросили, нужно ли сохранять эту мозаику. В итоге был достигнут компромисс. Мозаику должны были сохранить. Но почему-то все пошло не по плану. Снять сейчас вот этот вот утеплитель мы увидим варварски пробитую мозаику насквозь. Нет такой технологии на сегодняшний день. Вот то, что сделали, укрепили просто маты утепленные. Это не консервация. Далеко. Был проведен опрос, был проведен конкурс. Это был не конкурс. Переставлять синенькие квадратики на фасаде может пятилетний ребенок. Но если бы мы пятилетнему ребенку дали возможность раскрасить данное здание, он бы сделал его гораздо интереснее. Сегодня активисты движения суть времени назвали эти действия актом вандализма. Через заявление они потребовали полицию и прокуратуру города прекратить работы. Прошу пресечь преступления и привлечь к уголовной ответственности юридических и физических лиц, имеющих отношение к уничтожению культурных ценностей и совершению акта вандализма. Со вчерашнего дня неизвестные мне злоумышленники уничтожают объект декоративного монументального искусства – мозаику, которая расположена на фасаде Кировского авиационного техникума по адресу Октябрьский проспект 97. Удастся ли общественникам сохранить уникальную единственную советскую мозаику на Кировском авиационном техникуме? Покажет время. Отмечу только, что ремонтные работы, по последним данным, подрядчик обязуется выполнить до конца июня текущего года. На этом все, Дима.